проповедь сегодня называется война внутри нас или внутренний конфликт как кому как психологически но вот внутренний конфликт психологически поэтому лучше как война внутри нас ну а так как вот для нас то как победить плоть потому что это вражина цицерон знаете кто такой ну я тоже не знаю но слышал что кто-то и вот он сказал что величайшая победа это победа над самим собой мы много знаем да вы скажете кто победит язык свой обуздает вот даже библия говорит кто может обуздать язык тот человек совершенный то есть больше тебе ничего и не надо ты только его ну и победи себя и ты победишь весь мир какая величайшая победа была вообще в истории человечества это христос на кресте победил грех смерть дьявола как он это сделал победив себя потому что вот посмотреть он гефсимании молится и говорит отец мой доминует меня чаша сия то есть говорит я не хочу этого делать я мне больно сложно страшно страдания будут бить убивать а представьте он а потом понимает меня будут убивать а умереть я не могу вот представь он же как ну понимаете есть ну этот понимание такое что возмездие за грех это смерть а у него греха нету и он понимает что может распятый провисеть вечность потому что он умереть не может и греха на нем нету смерть не имеет права его взять но мы знаем что у него там с отцом был план договоренность что он возьмет на себя наши все грехи чтобы он хотя бы мог из этого мира перейти в тот и вот это была его величайшая победа потому что вот он взял эти грехи знаете куда он попал когда умер в ад представьте иисус христос святой праведный божий сын на сто процентов бог на сто процентов человек попадает в ад там три дня или три ночи или трое суток сражается с дьяволом забирает у него ключи от ада и говорит теперь они мои теперь я буду решать кто пойдет в ад кто пойдет в рай и это для нас большая как бы победа большая радость потому что мы не пойдем в ад но аминь потому что мы пойдем к с ним если сделаем все как он говорит и он иисус христос вопреки себе принимает решение пройти через все эти боли страдания и проходит и побеждает я вот заметил что и нам надо научиться вот так побеждать заметил такую вещь знаете вот предстоит какое-то решение и куча голосов внутри тебе ну предлагают варианты с одной стороны люди со своими вариантами с другой стороны внутренние голоса чеславие амбиции гордость зависть сребролюбие обида а другой стороны честность порядочность желание угодить богу страх божий вот и я разделил на две группы с одной стороны говорит дух а с другой стороны говорит плоть и вот они друг с другом воюют вот и вот еще чуть-чуть об этом вот представьте даже принял решение правильное вот решил сложился за против понял что делаю не то принял решение правильное но когда подходит момент делать раз и не получилось ну замечаете такое вот я я каждый раз думаю я на футболе буду молчать он вот все буду молчать ну через раз это с большими борениями поверьте я работаю над этим раньше не было ни разу сейчас хоть через раз стало получаться беда как вот в этом понимаете вот я решил я понял что это неправильно это вообще не тот образ божий мы все ошибаются тем более ну понимаете вот ну вот расскажу пример конкретно вот ростик бежит не забивает я на него огорчаюсь так он играет лучше меня представляете раз я бы это я тысячу раз не забил бы так хотя а вот что-то вот внутренний какой-то такой да шо ты глянь не мог попасть по мячу так я бы не попал а с другого требуется как ты это брат не обижайся я думаю это я так знаю что ты не обидишься поэтому про тебя сказал если что да другой бы обиделся поэтому вот вот такой вот много знаете таких примеров вот павел ним говорит галатов 5 17 говорит ибо плоть желает противного духу а дух противного плоти и они друг друга противятся так что вы не то делаете что хотели бы вот представьте не то делаем что хотели бы еще об этом же римлянам я сразу прочитаю просто потом будем рассуждать римлянам 7 14 павел говорит римлянам ибо мы знаем что закон духовен а я плотян и продан греху ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю если же делаю то чего не хочу то соглашусь законом что он добр а потому уже не я делаю то но живущий во мне грех ибо знаю что не живет во мне то есть в плоти моей доброе потому что желание добра есть во мне но чтобы сделать он и от того не нахожу доброго которого хочу не делаю а злое которое не хочу делаю если же делаю то чего не хочу то уже не я делаю но живущий во мне грех представьте он говорит это не я серьезные на меня на большие размышления натолкнули вот он сделал что-то говорит это не я говорят ну ты сказал не я ты украл не я кто это понимаете я головой понимаю что воровать нельзя но ритма сама рука взяла я ритя головой понимаю этого нельзя говорить это ну знаете вот я понимаю ну нельзя роптать вот посмотрите евреи вышло там пять миллионов все роптали кроме двоих знаете сколько вошло в землю обетованную ни одного ну из тех кто роптал ни одного представьте я понимаю нельзя роптать никогда ни на кого ни при каких условиях ты тысячу раз прав но если ты ропчешь ты не войдешь ну вот бог сказал так что хочешь с этим делай можешь плюнуть и не войдешь как и они не вошли можешь закрыть рот и войдешь как эти двое вошли из пяти миллионов и это я понимаю но бывает не могу не роптать раз и блин ну куда он смотрел ну как это могло так быть ну что он вообще не понимает вот я понимаю что нельзя но вот нахожу то же самое что павел говорит доброе есть во мне но чтобы сделать не нахожу этого итак павел говорит я нахожу закон что когда хочу делать доброе получается или написано прилежит мне зло ибо по внутреннему человеку это как по духу нахожу удовольствие в законе божьем но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего делающий меня пленником закона греховного бедный я человек кто избавит меня тела смерти и там сокращаю и так тот же самый я умом моим служу закону божию а плотью закону греха можешь картинку вывести где пополам вот представьте я вот много много прочитал продумал смотрите вот во мне живет одновременно и дух и плоть вот одновременно нельзя от него вот следующую давай вот это если человек живет по плоти он просто гасит зажимает побеждает давлеет над духом но убить дух он не может давай дальше и вот человек который живет по духу он тоже он может замолчать заткнуть плоть но убить в ноль нельзя это две сущности которые будут в нас всегда жить на такую вещь вот увидел вот давай пополам оставляй пусть будет а вот так пусть будет не пусть дух побеждает и вот знаете видел замечал такие вещи верующий человек я его знаю много лет честный порядочный открытый вот но моя характеристика о нем такая что он если надо от себя отречется но как бы ради того о чем ты его попросишь ну если ты хорошего просишь он себе в ущерб сделает во благо и это подтверждено многими фактами что он ну как бы абсолютно божий человек но он падает ну так вот жизни получается грех приносит второй грех третий проходит там полгода я с братьями общаюсь они говорят он украл и когда его ну пытались забрать на реабилитацию он начал вызывать милицию на братьев ну будучи на сто процентов неправым и на братьев но поймаете в чем дело это не то что какой-то бандит или хулиган это те кто только добра тебе желают те кто абсолютно те даже кого ты вырастил то есть как дети твои духовные и ты на них ну вот понимаете что я говорю ну высшая степень как бы вот глупости безумства поймаете я вот горю они говорят но это не он вот то говорит каким ты его знаешь там и капельки нету это вообще не он это другой ну тип мы его никто не знает и у меня вопрос так а что мы раньше этого не видели ну это один тот же человек мы знаем как его зовут у него паспорт не изменился но пойти потому что раньше побеждал дух и он заставлял эту плоть молчать но когда победила плоть и заставила дух молчать это вообще другая личность эти две как бы личности если можно так назвать живут в нас одновременно и вот павел говорит я нормальный человек я божий слуга но ведь нахожу такое что я делаю то чего вообще не хочу посмотреть секундочку не я делаю вот чтобы вы понимали это вот живущая плоть во мне это она победила и сделала и до неузнавания помните мы каждый из нас может быть абсолютно божий но плоть будет тебе что-то рассказывать она будет тебе предлагать варианты будет пытаться отменить твои решения в последнюю секунду а может быть человек каждый из нас абсолютно плотской абсолютно повержены в грех и раб греха но дух в таком случае тебе опять таки будет говорить когда ты абсолютно плотской делаешь абсолютные грехи дух все равно тебе говорит ну может не надо может на реабилитацию может покаешься может остановишься может помолишься но он 6 шепчет шепотом все это говорит сказал ты тут заткнись все нормально все такие как не мы такие жизнь такая и плотио да 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 ну все поехали дальше работаем и это ну надо чтобы вот так было аминь чтобы дух победил плоти тогда мы будем побеждать и что такое плоть чтобы нам понять плоть это не тело потому что вот этот синодальный перевод он одними словами называют все подряд тело это тело а плоть это природа сатаны в нас вот природа дьявола его место в нас вот дух природа бога а плоть природа сатаны и они написано все время противятся друг другу все время ссорятся или как образ вот дух это образ божий а плоть это образ дьявола в нас вот гляньте как римлянам павел пишет 8 5 ибо живущие о плоти по плоти о плотском помышляют а живущие по духу о духовном потому что он говорит помышления плотские суть смерть а помышление духовный жизнь и мир потому что плотские помышления суть вражда против бога бога ибо закону божию покоряются да и не могут а живущие по плоти богу угодить не могут вражда против бога знаете что у бога только один враг был никто не враждовал бы он кроме дьявола вот он единственный кто восстал и говорит нет неправда бог сказал давайте делать по моему и вот плоть она точно такая она вот родилась в нас плоть когда дьявол пришел к еве и говорит а правда ли бог сказал его начинает с ним разговаривать ну так смотри можно попробовать зло потому что вы живете вокруг вас одно добро и вы не знаете зла но если вы узнаете зло то дьявол я скажу вы будете как боги подобными богу будете если познаете что есть добро и что и зло и поэтому в нас теперь есть добро как дух и есть зло как плоть и они противоборствуют в галатам 5 19 дела плоти знаете их вот на память их многие знают вот библии дела плоти известны они суть прелюбодеяние блуд нечистота непотребство идолослужение волшебство вражда зависть ссоры распри разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство и бесчинство вот это все что делает плоть и в этом нету ничего божьего вот бог ни одной из этих дел не благословлял а за многие из них бог губил целые народы зато бог ненавидит вот эти дела и эти дела в нас производит плоть и она враждует с богом нам надо ее убить или победить еще момент вот сюда что дьявол породил плоть и он через плоть имеет в нас силу чем больше ты плотской тем больше дьявол имеет в тебе силы вот если смотреть это вот один православным так хорошо рассказал мне тоже вам перескажу он говорит бог сотворил человека из чего из праха взял и сотворил нас из праха потом вдунул в лицо душу ну дух свой стал человек живой душой и дьявола бог проклял будешь проклят среди всех зверей среди скота среди зверей полевых и будешь ходить на чреве твоем и питаться прахом вот представьте дьявол питается вот этим прахом из которого мы созданы но только он питается нашими грехами если ты его кормишь он в тебе есть вот даже православный он просто из индии и у них это актуально он говорит если не хочешь чтобы тебе приходили крокодилы не корми их для нас крокодилы для нас тараканы да если ты не хочешь потом были тараканы не оставляем обед чтобы они не жили в твоем доме и точно так мать его если ты делаешь по плоти грешишь то дьявол имеет в тебе место и силу и он в тебе действует вот как пример иисус христос говорит вот идет сатана но во мне места не имеет и мы знаем что иисус христос был единственный кто ни разу ни в чем не согрешил дьявол не имел в нем ни места ни силы ничего в нем не имел это как вот человек в белых одеждах вот светлый чистый мы во христе тоже светлые чистые имеем эти белые одежды но те в сферы твоей жизни куда ты допускаешь грех они осквернены дьяволом и он имеет в них место и действует в твоей жизни вот в этих сферах ну пример приду семья если у тебя в семье все во свете блуда нету интриг флирта измен нету ты не наговариваешь на жену а жена не наговаривает на мужа ну поделать все во свете вот дьявол не имеет места там быть он может подкидывать какие-то мыслишки какие-то глупости но ему места там нету они не приживаются потому что все во свете все изначально делалось правильно негде прикопаться семья живет и все хорошо если также но если нет то это страхи обиды разочарования могут всю жизнь длиться потому что он имеет место он оскверняет и он имеет право так делать также вот ну финансовая сфера самые такие если деньги твои заработанные честно ты их не отжал не надурил не намутил но честно заработал не у библии что там но есть места что есть коты отнял деньги вот написано вопли жнецов взывают вопиют господу сова уфа и он за них вступиться мать если ты то есть не зажал чита а это но ты заработал десятину отдал библии что каждый трудись своими руками делая полезно чтобы было чего уделять нуждающимся если ты участвуешь в чьих-то нуждах то бог защищает твои финансы мать и он тебе как защита в духовном мире все у тебя правильно дьявол не может там действовать если даже что-то происходит бог все равно за тебя он тебя ну защищает и оберегает но если есть тьма то дьявол вправе воровать твои деньги про приходите у него есть полное право как бы ты надо как нажил 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 он тебя раз и в ноль ты опять нажил 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 тебя опять ну как вот есть проклятие работа ради дырявого кошелька что вроде есть вечером нету опять вроде есть опять нету аминь да вот так вот не должно быть надо не пускать его ни в какие сферы своей жизни надо чтобы все сферы жизни были по богу по духу а не по плоти потому что плоть ну вот о чем ростик проповедовал нельзя прилепиться вот всем своим существом деньгам потому что это плотно получится но живя по духу ты можешь господствовать над этой сферой римлянам 6 12 павел говорит и так да не царствует грех смертном вашем теле чтобы вам повиноваться ему в похотях его неужели вы не знаете что кому вы отдаете в себя себя в рабы для послушания того вы рабы кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности вот смотрю что грех может царствовать то есть быть самым-самым главным в теле нашим у меня пример который слышал я от брата говорит батя был алкаш и ведь я знаю картины вот эти вот мама вечером и он пришел на пьяный падал разодрал руки в кровь колени в кровь и вот такой вот чучело вот это дома сидит и плачет его мама вычитывает ты сволочь ты глянь на кого ты похож сыну за тебя стыдно сын ходит как оборванец а ты деньги пропиваешь и он плачет разоряется он понимает что правда все что говорят все правда и он в трагедии просто и говорит я больше не буду сыном клянусь ну знаете да чем только не клянусь но приходит время день он крепится 2 крепится приходит зарплата и он ненавидя себя идет ее пропивать вот когда не как раб как вот быкам найти вставляет в нос эти кольца вот просто его взял и потащил и он понимает что сыну обуть нечего он как опудала ходит в школу но он не может противостать от грех царствует просто в теле и он ему подчиняется и проигрывает и падает и нам нельзя допустить вот такой позиции потому что когда получится как на том рисунке где плоть царствует процесс перехода к духу он очень длительный это не ну не мгновенно она тебя мгновенно не отпустит ты настолько можешь засорить плотью и от силой дьявола все сферы жизни что потом будут проблемы плоть погубит это и задача дьявола украсть убить и погубить и вот еще мысль когда вот в плоти знаете вот такой как человек ну курить допустим бросить или еще что-то любую привычку там порнуху не смотреть курить бросить не брехать не воровать еще что-то и он говорит господи освободи меня а тут этого дела отойди от меня сатана призываю кровь христа а ничего не происходит вот замечали кого-нибудь такое когда ты чем-то так борешься и можно господи освободи меня а ничего не происходит но замечали или нет скажите а знаете почему вот ты же отойди от меня сатана а это не сатана это твоя плоть но ты воюешь с дьяволом а это не он потому что он отойдет как только ты ему скажешь он отойдет он обязан отойти потому что он уже проиграл уже он проиграл сражение иисусу христу и когда ты говоришь христос за меня я божий кровь христа на мне дьявол уходит а плоть остается знаете вот в плоти не то чтобы бог не имеет силы бог имеет силы он всемогущий по сути есть свидетельство когда люди говорили я в церкви пришел господи дай мне бросить курить вот просто я понимаю неправильно вышел бросил и навсегда но большая часть таких как я коты годами месяцами пускай сражаешься с этим бросить курить она тебя обличает ты господи помоги мне выходишь и закуриваешь и господи да что происходит помоги же мне где же ты господь на господь говорит это твоя война это не моя я свою победил я победил дьявола победил грех победил смерть сказал тебе как это сделать а дальше ты воюешь сам вот помните павел даже молится говорит господи дано мне жало в плоть ангел сатаны чтобы удручать меня скорее всего что это грех потому что жало это грех жало смерти это грех и он молится господу и говорит я трижды просил господа чтобы удалил от меня ну что бог сказал да аминь бог говорит нет достаточно для тебя благодати моей то есть я свою часть сделал ты делай свою часть ты хочешь чтобы я за тебя все сделал а я не собираюсь за тебя все делать в откровениях много раз написано о побеждающем вот кто побеждает бог это иисус христос говорит иоанну ученику своему иоанну это побеждающему дам вкушать сокровенную манну побеждающий облечется в белой одежды имя его не изглаживать книги жизни перед ангелами и перед отцом исповедую побеждающему дам сесть со мной на престоле и последний говорит побеждающий наследует все и он будет мне сыном а я буду ему богом вот побеждающий над чем вот над плотью знаете он дал нам часть которую мы должны сделать сами он туда лезть не будет но в виде исключения может быть он что-то тебе сделать ну что может да укрепить тебя но это твои победы вот как примеру эдемский сад бог и морит не ешьте от дерева и тут змеи подползает к еве что бог не видел видел библия его ну как обозначение бога вездесущий всемогущий и всеведущий то для него нету чего-то ничего не видит не знает или не может и он видел но он же не влез он же дьявола не задушил он видел когда ева накормила адама он пришел к адаму и взять вот бог какая природа включает непонятку а где ты адам кстати он видит вообще все где ты адам он дает адаму еще шанс на покаяние он думает ну может хватит мозгов прийти искать прости меня адам начинает давайте вот милость божья он дает шанс всегда ты сделал плохо он дает шанс тебе покайся исповедуй грех а там говорит да спрятался я пойти еще бог не мог змея убить тогда мог мог адаму не дать съесть мог может тебе не дать согрешить но он этого не будет делать это твоя победа ты должен или выбрать потому что бог создал нас свободными и он уважает наш выбор представьте адам сделал злое и бог говорит за это тебе ты много там потерял из рая выгнали начали умирать звери перестали им повиноваться надо стало трудиться женщины стали рождать в муках а этого не было но выбор он все равно уважает все равно бог примет твой выбор выберешь грех ты за это будешь мучиться но бог примет твой любой выбор как чтоб ты не выбрал он скажет аминь сам решаешь что тебе делать аминь и он вот павел говорит что можно победить вот он в одном месте говорит я не стал советоваться с плотью когда решил что надо идти к язычникам проповедовать говорит я не стал советоваться с плотью я понимал она меня отговорит если я сейчас начну то это куда идти к грекам ну это вот там дамы были в греции греческих городах всякие они страшные люди я не ну ладно не буду греках но я бы туда не пошел никогда в жизни вот так вот говорить кому то что-то друг в другом месте он говорит те же кто христовый ежедневно распинают плоть со страстями и похотями то есть павел говорит есть победа и вот пример которому меня учили вообще с раннего христианства как вот дух и плоть вот эта картинка одна а то есть еще картинка с этой стороны белый питбуль как дух его зовут ну как то дух а с этой стороны черный такой знаете злобный и это плоть и ты их хозяин и ты можешь подстроить кто из них победит ты можешь одного не кормить и он через неделю будет вот такой шататься выходить на сражение он уже слабак уже он проиграл а второго кормить правильно по диете тренировать кормить чтобы он накачался и он будет его разрывать только при первой встрече а потом этот вообще убегать будет а можешь пускать все на самотек ну кто-то победил в какой-то момент на эмоциях ты принял желание то лучше вот так ну давай так а в еще раз мой 300 лет теперь так и так оно непонятно потому что с плотью можно просто не сражаться и она займет все место а вот за дух надо сражаться потому что за духом идет жизнь римлянам 8 12 итак братья мы не должники плоти чтобы жить по плоти ибо если живете по плоти то умрете а если духом умышляете дела плотские то живы будете аминь я вот несколько способов как победить плоть духом первое что самое важное это покаяние и исповедание если нужно чтобы ты осознал что ты делаешь плохо покаялся и исповедовал это то есть сказал вынес это во свет потому что одного твоего понимания что это плохо это мало надо кому-то об этом говорить и желательно кому-то кто тебя ним не меньше потому что там ты просто будешь рассказывать и делиться впечатлением а надо кому-то перед кем тебе стыдно будет чтобы исповедание жгло уста тебе тогда приходит свет но что такое покаяние это разворот на 180 градусов то есть ты этого больше даже не видишь и вот я столкнулся с такой вот штукой человек решит в телефоне смартфоне ну картинки бабы голые все вот это вот и что же делать пастырь помолитесь я понимаю нашу молиться ну понимаем это не вопрос молитвы это вопрос внутреннего противостояния тут молись хоть это не о молитвах но не о моих молитвах так сто процентов я говорю надо избавиться от телефона ну единственное понятие вот дьявол он раскидывает капканы ты будешь каждый день ходить мимо капкана ты когда-то упадешь в него когда-то ты ногой вступишь надо не ходить этой дорогой вообще дети капканы это единственный вариант пойти развернуться от этого пути он говорит тони но это же телефон по этих христос радикально говорил если тебя глаз соблазняет вырви его мать и он не то что телефон избавься глаз вырви может лучше без глаза но в раю чем с глазами но в озере огненным то есть на одну единицу больше еще болеть будет мать так же рука тебя соблазняет там воруешь что-то ты еще делаешь не то ну вот что-то делаешь рука это прообраз дел дела какие-то не те он говорит вырви руку мать и он а тут он говорит да не но это ж компьютер ну телефон компьютер а шо у тебя в компьютере знаете шо у нас компьютере соцсети игры и порнуха шо у тебя еще в компьютере скажите ну с кто-нибудь скажите же ну ты духовный человек музыка может быть фильмы но что из этого созидает твою жизнь что из этого хоть что-то хорошее тебе приносит на эти соцсети заметьте они удручают ты их смотришь и радости не приходит вот заметьте просто ты заходишь фейсбук хоть чуть-чуть эмоции выше становятся не становятся никогда представь вот вообще не даже если ты хорошие вещи что же христианские открытки которых миллиард на каждой страничке и что тебе лучше становится не становится читаешь сарказм юмор лучше становится нифига вообще ты понимаете вот ничего хорошего не несет игры такая же штука это тайм киллеры просто ты убиваешь время которое может посвятить богу ты просто вот семье можешь посвятить людям кого-то поддержать с кем-то поговорить библию почитать помолиться не ты а он говорит оторви руку не телефон руку оторви и когда ты придешь и скажешь блин ну а что было делать ну я все время стратил на играх на порнухе ты шо шутки шутишь я руку оторви ты решила телефон не могу выкинуть на полгода блин набраться силы духовной без не без этой заразы и вот мы с корейцами общаемся у них ну конечно не позаконнее нас но у них вообще вот об этом мы говорили потому что это ну это везде одно и то же и вот он говорит приходит человек говорит пастор помолись за меня потому что у меня проблемы в семье ну как бы болезнь такая как флирт я постоянно с кем-то что-то списываюсь переписываюсь пишу тём-тём-тём обнимашки а у меня жена есть я ведь меня это просто разрывает и посмотреть это дело не в молитве ну вот о чем мы говорим но не знаете как говорят два часа в день ты молишься и два часа ты читаешь библию сто дней после этого приходишь и мы молимся и я тебя гарантирую уходит нет это не шутка потому что у них так церковь живет и у них 20 тысяч членов на каждом собрании представьте и вот и вообще не шутка вот это вот это борьба с грехом потому что ты свою веру подтверждаешь какими-то делами также и говорят об исцелении если тебе нужно исцеление это не вопрос что ты пришел и молишься или ты пришел и я за тебя молюсь это вопрос того что ты три часа в день молишься потом исповедуешь все свои грехи которые мешают прийти исцелению и потом мы за тебя молимся всей церковью возлагаем руки и ты исцеление получаешь аминь понимаете вот что такое покаяние это не то что ты пришел сказал пастырь блин да я там порнуху смотрел это же не покаяние это как исповедание но она имеет силу только потому что тебе неудобно это говорить ты выносишь это во свет и бог это освещает но борьба с грехом она не в том чтобы сказать это первый только шажок а борьба в том чтобы этого не делать и приложить максимум усилий для того чтобы дух победил плоть следующий шаг надо накачать дух любыми путями которые ты знаешь надо усилить укрепить свой дух чтобы он побеждал плоть пути здесь простые быстро расскажу первое читать слово божье потому что библии от него мы возрастаем во спасение ты читаешь ты возрастаешь ты наполняешься второй шаг молиться на понятном языке и обязательно молиться на иных языках у тебя одного пастыря слушал он говорит представьте решил накачать дух молиться на иных языках вот наши полчаса в день эти молятся три четыре они говорят чтобы молиться четыре часа надо просто убирать смартфон у тебя появится это время если это просто не будет то что забирает твое время а он говорит полчаса невозможно вот представьте говорит невозможно по-любому звонит по любому что-то в голову лезет по любому кто-то приходит по любому куча дел которые те отвлекают и это сатана потому что он хочет сделать все чтобы ты не усилился настолько чтобы противостоять плоти вот абсолютно это вот его задача чтобы ты все равно был плотской чтобы ты все равно принимал решение вот больше того что я хочу ами попробуйте будет получаться еще хорошая тренировка это пост но тут надо понять одну вещь регулярный пост вот как у нас там по средам и там раз трехдневный раз когда никогда вот эта тренировка она качает твой дух но не в момент искушений потому что если ты и так в сражении и к нему добавить голод добавится раздражительность ну знаете как кучу то есть в момент искушения не постись максимально надо сделать чтобы тебя не беспокоил этот фактор потому что так ты будешь только проигрывать так что но это так так поститься надо но не в момент проблемы аминь еще хороший фактор это смирение потому что бог павлу говорит гордым как павлу павлу бог говорит достаточно для тебя благодати моей то есть павел говорит убери от меня этот грех он говорит хватит я тебе уже дал благодать на то на то на то хватит если хочешь еще благодати надо смиряться потому что бог говорит что он гордым противится осмиренным дает благодать. То есть, где-то больше смирения, значит, где-то больше благодати. Где-то ты больше заставил свою плоть молчать, вместо того, чтобы гордо кому-то отвечать, с кем-то спорить, что-то доказывать, ты промолчал. Поверьте, Бог всевидящий, Он заценит на что-то у тебя придет благодать. И последний, как я пункт себе выделил, это служение. Потому что, когда ты горишь вот этим огнем в служении, тебе некогда грешить. Для тебя даже мерзки все эти мысли. Ты просто в огне, и этот грех, он сгорает в тебе. И дух твой на пьедестале победитель, чемпион. Аминь. Чтобы Бог нас благословил, побеждать. Ну, знаете, вот уже так ремарка. Вот по большей части мы духовные. Потому что плотской человек, он страшен. Аминь. Мы по большей части вводимся духом. Мы, по крайней мере, его слышим. Мы его не отторгаем. Мы, может быть, не все выигрываем. Даже, может, вообще не все выиграем. Но мы хотя бы слышим духа и хотя бы им движемся. Если еще делать вот эти пункты, будет победа. Будет чем дальше, тем лучше. Потому что, заметьте, я когда-то это говорил, мы пришли в церковь с одним набором грехов, а сейчас он другой. И те мы победили. Шаг за шагом бросили курить, пить, материться, раздражаться, драться. Ну и кучу-кучу гадостей мы бросили. Понятно, дьявол не сдает позицию, он дает нам новые. Но мы проходим их во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok